Ваш вопрос состоит из нескольких. Я сразу скажу, что я не буду давать профессиональную оценку того, как надо заниматься цензурой в интернете, потому что я, честно говоря, этого просто не знаю и редко об этом задумывался. И хочу сказать следующее, что, безусловно, интернет как явление новое, явление, которое давно переросло уже просто, так сказать, коммуникационные связи между людьми, там, пересылкой почты, явление, через которое сейчас совершаются революции, через которое ведется подавляющая часть бизнеса и так далее. Безусловно, это неизбежно, что эта сфера все больше и больше будет входить в зону внимания государств, в том числе и каких-то цензурных ограничений. И в каком-то виде, я сторонник цензуры в интернете, в каком-то виде, для меня, опять-таки, вопрос в каком? В России замечательные законы, но живут все по понятиям, в этом всегда сложность ответов на подобные вопросы, когда ты живешь в нашей стране. К чему я клоню, что нас сейчас в интернете надзорные органы интересуют какая-то фигня, типа слово, условно, ладно, это фейсбук, кстати, запоминает, слово хохол, вот эти, там, из уст какого-то нашего депутата. Таких примеров миллионов, скандалов, судов, за какой-то ерундой, при этом действительно, никто почему-то Роскомнадзор не занимается или не пытается спровоцировать какие-то другие ответственные государственные структуры, например, по контролю зацепление прав частной собственности, в том числе на аудио-видео изображении. Вообще контакт надо закрыть. Нам начинаются хитрые люди. И так, то есть мы, как всегда, удивляем чему-то одному, а чему-то большему и куда более значим, но мы на это внимание не обращаем, потому что это противоречит бизнес-интересам каких-нибудь, например, серьезных близких к власти или во власти наших дядей. Но, тем не менее, самое главное, что понятно, что цензура так или иначе в интернете будет. Вопрос, это всегда сложный вопрос по поводу регистрации паспортных данных и так далее, по поводу того, что большой брат смотрит за тобой и прочее. Большой брат смотрит за нами, за всеми. Это неприятно. Через 20-50 лет мы уже сейчас все как на ладони. Через выключенный телефон все ваши передвижения. Понятно, что все почты, все это читать можно там при желании, телефоны все это прослушиваются, если надо и так далее. Ты весь как на ладони, что бы ты ни купил, каждая твоя копеечка видна. И при желании, на самом деле, мы прекрасно могли бы знать все расходы наших, например, госчудомников, если занимать. На каждая копейка, откуда пришла, откуда дача, на кого записано, а у него откуда деньги. И так можно было любого, вон, все правительство пересажать. Да и при большой заинтересованности. Если ты не нарушаешь, то тебе и нечего бояться. Мы много говорим, например, вот о коррупции в ГИБДД. Да, пышным цветом. Не только как в МВД, как вообще во всей стране. Но я могу вам сказать честно, я езжу, не нарушая правила дорожного движения. И я не сталкивался за последние 10 лет с произволом гаишников. Ну, честное слово. Вот хотел бы. Чего не было. Да просто не останавливают, потому что. А если остановить, то, говорю, протокол. В половине случаев он выпишет протокол, в половине отпустят. Я к тому, что, понимаете, и все. Ну, если вы ничего не нарушаете, то какие проблемы? Вторая часть вопроса. Первая про... YouTube Торрент. А, по поводу... Ну, ребят, я скажу вам честно, что... А по поводу... А по поводу скачивания контента из интернета и бесплатного. Ну, я, честно говоря, в последнее время практически за все плачу. И я думаю, технологии, сервисов, помноженные, я надеюсь, на хороший уровень жизни нашего населения, приведет к тому, что мы когда-то по копеечке будем за все платить. И это нормально. И это нормально со всех сторон. Нормально с точки зрения все-таки отчислили людям, которые что-то пишут, придумывают, снимают. Это нормально и с точки зрения... Это значит, что будет работать индустрия. Значит, что будут писать и снимать и лучше, и качественнее. В чем может американская киноиндустрия? Да там все за все платят. Опять-таки, возвращаясь к спорту. А мы хотим бесплатный спорт по телевизору. И президент нам его дарит. Хлеба и зрелищ, опять я говорю. Хлеба и зрелищ. Перед гибелью империи всегда так. Нам президент в третий раз дарит бессмысленно за определенные миллиарды бесплатный спортивный канал, который в том-то виде никто не смотрел. Нет интереса к спорту. Президент об этом не знает. Мы не сказали, видимо. Не смотрит. А вместо того, чтобы наоборот, вот только-только у НТВ плюс получилось собирать деньги, они полностью весь чемпионат России агрегировали у себя. Люди хочут посмотреть футбол и должны. Обязан заплатить деньги. Нет другого выхода. И сразу все это потекло. И деньги через это притекают в клубы. Так пока мы не научимся платить за спорт, равно как и за... Научимся платить за спорт. Следовательно, эти деньги будут оказываться в спорте. И качество спорта увеличится. То же самое касается и любого другого контента. Да, есть известные музыканты, безусловно, там артисты, которые говорят, мы все отдаем бесплатно. Мы не хотим, так сказать, на этом зарабатывать. Но у них есть возможности зарабатывать на другом. Собирать. Благодаря... Они же производят продукт всемирного уровня. Тот же YouTube. Отдаем альбом бесплатно. Так а у них 10 концертов, миллионников, там условно, там 100 тысячников. 10 стадионов по всему миру. Там 20 в туре. На которых они зарабатывают. Во сколько. Они еще будут во всех рекламных кампаниях. Они себе могут это позволить. Но это могут себе позволить далеко не все. Я уверен, что через какое-то время... Вот я уже постепенно. Я плачу за хорошие сериалы. Я уже не ищу их в сети. Я плачу в миниотеку за там какие-то 200 рублей в месяц. Опять-таки многое зависит от уровня жизни. Когда у людей чуть-чуть лишнего жирка появляется. За что они плачут? Шмотки, жратва и развлечения. В том числе и спорт. В том числе и кино. Раз я уже плачу. Зато я смотрю в хорошем качестве. Я смотрю там, не знаю, в день появления. Сразу с переводом. Бам-бам-бам-бам-бам. Это стоит 200 рублей? Конечно стоит. Точно так же, как в свое время цифровые. И это неизбежно. Технология все равно все приведет в русло цивилизованное, законное. То же самое. Помните, как невозможно было бороться с компакт-дисками? 50 фильмов в одном. Там все возможные альбомы в переходах. Вы видите компакт-диски сейчас в день? Кроме дорогих лицензионных магазинов для эстетов, которые уже это устаревшие CD любят послушать. Там, кстати, за большие деньги. За 1000 рублей там платят. Остальные ездят? Да нет их давно нигде. Ни одного ларька вон нет. Все, технология уничтожила. Цифра. Все убила. Ну, кто мешает? Значит, она будет развиваться и когда-то войдет в закон. Я абсолютно в этом уверен. И я вижу, что происходит даже со своими знакомыми. Сам, да, воровал. Сейчас только музыку там подворовываю, скажу честно. Вконтакте. Ну, удобно просто. И то постепенно планирую от этого дела отказаться. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok